Привет, ребята! Я хочу рассказать историю. Я только что разговаривал кое с кем. Часть этой истории будет стопроцентной правдой. Часть этой истории будет гипотетической. Вы увидите это сами по ходу движения моего рассказа. И я объясню. После того, как я вошел в сотрудничество с властями, я вышел из тюрьмы. И я жил в Аризоне. Я был в программе защиты свидетелей некоторое время. Но я довольно рано вышел из нее, как вы знаете. И я поехал в Аризону. После того, как я пробыл там пару лет, Питер Готти собрал команду для устранения меня, чтобы убить меня. Сейчас я хочу рассказать вам эту часть. С ним был мой шурин, Эдди. С ним был этот парень по имени Фетцели. Я даже не знал его на самом деле. Есть несколько Фетцели. Но этот, который участвовал в покушении, я не знал его. Поэтому он должен был быть киллером. Потому что я его не знал. Хак должен был быть в этой операции. Хаку обещали, если это будет сделано, то Питер Готти сделает его капитаном. Он дал им 75 тысяч долларов, чтобы они работали над этой операцией. Мой шурин, Эдди, дал информацию. Информацию, которую он дал, он выводил из разговора с моей сестрой. Я не думаю, что моя сестра понимала, что она делает. Но не специально она выдала информацию, где жила моя семья и дети. Так, если я не жил с ними, что так и было. Рано или поздно я показался бы в поле их зрения. Она знала это, он знал это. Так он донес информацию Питеру Готти. И Хак, и Фетцели получили контракт. Они приехали в Феникс, Аризону, чтобы убить меня. Есть много историй тут. Эта часть, которую я хочу вам поведать, постараюсь рассказать очень быстро. Когда я оказался там, моя семья поселила меня в очень красивую квартиру. Но она не нравилась мне, потому что она была уязвима. Я не мог видеть каждый угол, было слишком много слепых точек. Как киллер, я сказал спасибо, но не надо. Я хочу подобрать себе жесткий район и жить там в квартире. Я нашел такую квартиру, и я перевозил свою мебель туда. В тот день, когда я был там, там была стрельба. Я слышал выстрелы. У меня был пистолет, и я взялся за пистолет. Но стрельба не была связана со мной. Я выглянул, посмотрел вниз, что происходило во дворе. Я направил взгляд на идущий к нам переулок. По нему бежал черный парень, и мексиканцы огнались за ним и стреляли в него. В него не попали. Он смог убежать. И я ушел. На следующий день я возвращаюсь. Я работал в своей квартире. Полиция явилась в мою квартиру. Они сказали, вы переезжали сюда вчера? Они не знали, кем я был. Я сказал, да, переезжал. Они сказали, вы слышали или видели стрельбу? Я сказал, нет. Я, видимо, в это время перевозил вещи, я ничего не слышал. Неведомо для меня, прямо рядом с моей квартирой, был маленький дворик в задней части этого квартирного блока. Это был жилой проект для бедных. И там был парень, мексиканец, который подслушал этот разговор с купами. Он контролировал эту стоянку, эту точку, она была его. Он вел оттуда свой наркобизнес. И он услышал меня. Я ушел. Я не знал, что он услышал что-то из этого. Когда я возвращался снова в квартиру, у меня был Лексус, одной из последних моделей тогда, и я въезжал в этот комплекс. Я увидел этого крупного, высокого, и он был высокий. Мексиканцы обычно невысокие, но этот был высокий, очень высокий, крупный тип. И он начал двигаться к моей машине. Я знаю, я в плохом, неблагоприятном районе. Я вытащил пистолет из-за ремня, снял спередохранителя, и я поднес его непосредственно к двери. Я мог выстрелить через дверь и подстрелить его. Через металл. То есть не металл, а пластик, который в этих ебанных машинах. Он подошел к окну, я открыл окно, и он сказал, Я слышал тебя вчера. Ты разговаривал с полицией. Да, и что с этим? Он сказал, Ты видел стрельбу. Я знаю, что ты видел. Я живу рядом с тобой. Ты высунулся из окна. Ты смотрел. Но ты сказал полиции, что ты не слышал ничего, не видел ничего. Это моя территория. Мне понравилось, что ты сделал. Он развернулся и ушел. Я засунул пистолет обратно. На следующий день он подходит ко мне опять. И он говорит, Я хочу задать тебе вопрос. Какой? Ты сами бык? Да, это я. Я. Я был с оружием. Он сказал, Я хочу пригласить тебя. У меня будет вечеринка сзади на дворе, завтра, с моей семьей и всей моей командой. Я рассказал им о тебе. Один из них знал тебя. Он сказал, что ты сами бык. Он узнал тебя. Я не знал, пойду ли я на эту вечеринку. Я не знал, какие у них были намерения. Но я подумал, если там будут женщины и дети, и все это дерьмо, небольшой маленький двор, небольшая квартирка там. Я решил рискнуть. Все было отлично. Он представил меня своей бригаде. Он сказал, «Послушай, я знаю, у тебя могут быть проблемы, но никто не заходит в этот блок, в этот двор, на эту парковку, если они не покупают наркотиков. Или это скрытые копы. Мы разбираемся с ними, если это копы под прикрытием. Их всех это все настолько пугает, что они показывают свои значки и поспешно уходят отсюда. Те, кто покупают наркотики, мы продаем наркотики и отпускаем. Если приходят сюда те, кто не являются копами, и они не покупают наркотики, мы полагаем, что они пришли грабить нас, и мы даем им пырты в очень жесткое время. Теперь, если у тебя есть проблемы с какими-то людьми, и они заходят на этот двор, они в неприятностях. Я подумал, это потрясающая вещь. Это было совсем неплохо для меня. Я ушел, и к моей машине никто никогда не прикоснулся. Я возвращался иногда в час или два ночи, и там терлись разные его парни, наблюдатели. Они видели меня. Делали жест рукой, били кулаком по груди. Это было, как будто я был один из них. Я не был, но на меня так смотрели, я думаю, или доверяли. Теперь была команда киллеров из Нью-Йорка в городе. Но они не могли найти меня. Прошло время. Наконец, они обнаружили, где был офис моей строительной компании. И моя дочь выходила из него. Они знали мою дочь. Они сказали, что это должен быть его офис. Это его дочь. Они начали следить за офисом. Но этот офис у меня был в достаточно индустриальном районе. Туда было непросто прийти и достать меня. Это открытое пространство. Я бы увидел тебя. Хак сказал Сэлли, я не буду здесь рядом с ним. Я гарантирую, что у него при себе пистолет. Я гарантирую, что он не будет убегать. И он обратится на нас, чтобы убить нас. Он не знает тебя. Петт Сэлли послушал это и как бы был такого настроя. Нет, я тоже не буду этого делать. Они попытались изобрести какую-то штуку, которая крутится и стреляет силой шутгана, потому что они знали, что каждый вечер, когда я уезжаю с офиса, я оказываюсь на этой стоянке, стою у этого дорожного знака. И они думали установить эту машину, полузакопанную. Им нужно было только нажать кнопку. Это не сработало. Они даже не попытались это сделать. Тогда они попытались привлечься на Тадо, Чарли, потому что он был охотником, он был отличным стрелком. Он охотился 3-4 раза в году, каждый год. Отличный стрелок. Они пошли к нему. Сказали, есть задание через большое расстояние, около 200 метров, и ты можешь его легко снять оттуда. Он сказал им, чтобы они пошли и отб**али себя. Они ответили, Питт спустил этот приказ. Также скажи Питу, чтобы пошел и оттрахал себя. Я люблю этого парня. Я не хочу быть частью этого. И он отвалил. Он отказался выполнять приказ, за который он мог бы быть убит. Но он отказался это делать все равно. Питт не был серьезным парнем. Он был совершенный лох. В конце концов, отцели, во время одной из поездок обратно домой, они ездили по этой операции, 6-7 месяцев. Петт Селли был арестован из-за наркотиков. И он выдал всех. Хака, Пита, моего Шурина, всех. И рассказал все, что, б**, происходило по этому делу. Их всех поймали. В конце концов, я даже давал показания в пользу Хака. Что звучит странно, и это совершенно другая история. Я давал показания против обвинения властей за Хака. И власти приняли это. Теперь я хочу войти в гипотетическую часть, потому что у меня был разговор. Это правда, то, что вы сейчас слышали. Это факт. Судебные документы, записи, это он сотрудничал с властями, не я, он. И я узнал тогда всю эту историю. Итак, теперь гипотетическая часть. Парень спросил меня, сел ли бы ты пообщаться с ним после того, как ты выступил за него в суде? Встретился ли бы ты с ним пообщаться, если он выйдет из тюрьмы? Я сказал, да. Я хотел бы, чтобы два моих человека привели его в мою квартиру. Чтобы мы сели для разговора. И что бы ты сделал? И вот, что бы я сделал. Они бы втащили его и посадили напротив меня. Прямо за камерой, где Заза сидит. И это был бы хак. Ты, Заза, ты будешь хаком. Будет два человека слева и справа, и он будет сидеть здесь, на том же расстоянии. Он будет видеть пистолет под кофтой за моим рюмнем. И я бы сказал ему, бро, мы прошли через многое. Ты был в моей команде. Я ввел тебя во все дело. Твое первое убийство было со мной. Когда у тебя ничего не было, и ты жил в центре Бруклина, не очень милый район, я перевез тебе Бентенхерд, Бруклин, красивый дом для двух семей. Я дал тебе денег. Ты отплатил мне немного со временем. Твоя жена из-за ловка, друзья моей семьи, моей жены. Ты знаешь правила Казаностры. Семья вне наших дел. Ты получил информацию от моего Шурина Эдди о том, где моя жена и мои дети жили. Ты передал Фетт Сэле. Ты приезжал сюда множество раз и следил за моим домом. До того, как ты нашел, где я был. Это позади нас. Это сегодня. Мы будем честны друг с другом. Ты наш друг. Я посвятил тебя в наши друзья. Последний день своей жизни, сегодня, ты привел людей в мой б***й дом с моей женой и моими детьми. ты бы расстрелял меня перед ними. Ты бы оставил мое тело, из которого исходила кровь на их глазах. Если бы они увидели это или были бы там, ты бы убил их тоже. я хочу ответ. Я хочу б***ь правду. Скажи мне правду. Ты знаешь, ты делал работу со мной. Я выстрелю тебе прямо в б***ь. Ты не почувствуешь ничего. Ты упадешь на землю. Ты знаешь, что бывает. Но если ты на йоту произнесешь неправду, у меня будет три б***ь дня, чтобы убивать тебя. Ты будешь умолять меня убить тебя перед моей семьей. Ты парковался перед их домом. мы были братьями в соответствии с Казанострой. И помимо Казаностры, учитывая вещи, которые я делал для тебя. Надеюсь, он скажет мне правду. И я выстрелю ему в голову. Если он не скажет правду, это будут худшие еб***ь дни в его жизни. И потом он все равно умрет. Это гипотетически. Я отвечаю на тот вопрос, который пришел от другого человека, который мог прийти от него. Это ненависть, которую я держу или держал. Даже с этой ненавистью я давал показания судя за него. Не против него. Тюрьма, зона, это одна жизнь, одно дело. Казаностры между мной и им, это наше дело. Он еще жив. Это было мотивацией, этот вопрос, рассказать это. Я надеюсь, он увидит эту запись. Я закончил с этим рассказом. Надеюсь, он понравился вам. Или он не понравился вам. Это, б***ь, настоящая Казаностры. До другого дня. Адios. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...